Аслан Ильмурзович, здравствуйте! Здравствуйте! Рада встрече, надеюсь, это взаимно. Взаимно. Компания BUMFA Group является одним из лидеров в производстве косметической и гигиенической продукции. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось достичь таких высоких результатов? Производственное предприятие BUMFA Group сегодня является одним из ведущих предприятий России в своей отрасли. Это современное, динамично развивающее предприятие, уверенно входящее в тройку лидеров по производству санитарно-гигиенической и косметической продукции. История зарождения компании относится к 2001 году. В период начала деятельности в штате всего было 10 сотрудников. И мы начинали производство с гигиенической бумаги и сервировочных салфеток. Но, постоянно проводя работу по расширению ассортимента производимой продукции, в продуктовом портфеле компании сегодня порядка 180 номинований артикулов в разных ценовых сегментах и под зарегистрированными торговыми марками. Мы выпускаем сегодня такие товары, как косметические ватные диски, палочки, влажные салфетки, бумажные салфетки, платочки, полотенца бумажные, тряпки хозяйственного бытового назначения. В числе первых трех российских производителей начали производство влажные салфетки в 2005 году. На тот период культура потребления была на начальном этапе. Люди еще не знали толком применения этого продукта. Но, как мы видим, сегодня влажные салфетки имеют широкое потребление. Самым масштабным, значимым проектом для компании стало в 2008 году окончание строительства, монтаж оборудований и пуск завода по производству косметических ватных дисков и палочек. Способ изготовления косметических ватных дисков является собственной разработкой нашей компании. И на него получен патент на изобретение. Мы первыми в России и в странах Союза независимых государств начали выпускать диски и палочки. На сегодняшний день в штате компании порядка 400 сотрудников. Это по истечении 22 лет производственной деятельности. Конечно, мы не останавливаемся никогда на достигнутом. Мы всегда предпринимаем шаги для того, чтобы предприятие развивалось, а развитие подразумевает еще увеличение штата, так как без сотрудников невозможно решать более масштабные задачи. Интересно, как удалось достичь столь высоких показателей в производстве товаров? Вы знаете, самый ценный актив у предприятия – это сотрудники. Когда команда единомышленников, не останавливаясь на достигнутых показателях, постоянно совершенствует процесс, тогда мы видим положительную динамику в развитии компании, которая удовлетворяет всех заинтересованных лиц. Что происходит на рынке гигиенической и косметической продукции сейчас, и что планируете в недалеком будущем? В нынешнем периоде в условиях санкции против нашей страны у российских предпринимателей появилась дополнительная возможность замещать импортные товары. Мы активно занимаемся в направлении замещения товаров путем увеличения мощностей производственных, покупаем новые линии оборудования для того, чтобы нарастить выпуск и увеличить свою долю рынка в той отрасли, в которой мы работаем. Помимо этого, мы занимаемся разработкой новых проектов для выпуска новых товаров, которые сегодня у нас в портфеле отсутствуют. Что самое сложное в работе руководителя и какие качества нужны для успеха руководителю? На мой взгляд, самое сложное в работе руководителя – это создание команды, которая может решать стратегически важные задачи. От решения этих задач зависит и успех компании, и хозяйственно-финансовый результат. Какие проблемы в вашем секторе бизнеса вы считаете основными? В той отрасли, в которой мы работаем, конечно, есть трудности, сложности. Это правила игры участников конкурентной среды. Но мы всегда находим пути их решения и, исходя из этого, набираем дополнительный опыт для решения уже более сложных задач в будущем. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Хабетский гипсовый завод. Он принял участие в открытии новой производственной линии гипсокартонных листов. Также осмотрел выставку продукции промышленных товаров. Одними из представленных товаров были ваши. Насколько важна была для вас встреча с Денисом Валентиновичем? Что вы можете сказать о ней? Визит вице-премьера и министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича с предпринимателями Республики считаю знаковым событием. На этой встрече Денис Валентинович обсудил план развития промышленных предприятий Республики. И каждый из руководителей предприятий рассказывал о своих планах по развитию компании. Также в направлении о возможности замещения импортных товаров. Меры государственной поддержки, которые оказывает Министерство промышленности и торговли, позволяет нам реализовать новые инвестиционные проекты. Наша компания, начиная с 2018 года, получает займы у Фонда развития промышленности и создает новые производства. Преимущество займов заключается в низкой стоимости денег и сроке выдачи данной суммы, которая позволяет нам реализовать новые проекты, более масштабные. Денис Валентинович и глава Республики Рашид Бориспевич поддержали бизнес-план нашей компании по производству женской гигиены. Которую планируем реализовывать с 2023 года по 2025 год. Мы будем первым производителем на юге России по женской гигиене. Какими достижениями в бизнесе вы особенно гордитесь? Знаете, все достижения в компании выполняются в командной работе. Поэтому я хочу выделить самым важным достижением – это создание команды единомышленников, которая способна решать задачи стратегической направленности. За что ваши сотрудники получают премии и бонусы? Насколько ваша система оплаты прозрачна? У нас на предприятии она состоит из окладной части, бонусной, издельной оплаты труда, применима к сотрудникам производства. Окладная часть начисляется за своевременное исполнение своих служебных обязанностей. Бонусная часть определяется по заранее выставленным задачам сотрудникам до начала отчетного периода месяца. И по результатам их выполнения уже начисляется бонус. Каждая задача имеет свою стоимость при начислении бонусной части. Например, у сотрудников отдела продаж и отдела маркетинга задачами для оплаты труда является норматив выполнения плана выручки и нормы валовой прибыли. Для производственных сотрудников оплата труда сдельная. То есть в зависимости от количества выпущенной продукции у них зарплата формируется. Каждый выпускаемый продукт имеет свою стоимость. Что вы можете сказать о работе с клиентами и есть ли у вас программа лояльности? Как вы добиваетесь того, чтобы вашу продукцию любили? Работы в условиях рыночных отношений, то есть в конкурентной среде важное значение для развития компании имеет удовлетворенность наших потребителей, которые покупают нашу продукцию. И нам, как производителю, приходится создавать программы лояльности, акционные программы, влияющие на спрос нашего товара. Мы мотивируем всю товаропроводящую структуру, через которых наш товар доходит до конечных потребителей. Товаропроводящая структура – это и есть дистрибьюторы, торговые сети. Для того, чтобы они у нас покупали, естественно, мы предоставляем им акционные программы, влияющие на уход продукции с полок. Мы завоевали доверие покупателей благодаря высокому качеству производимой продукции, а также сервису, оказываемым нашим покупателям. Аслан Алимурзович, какие правила руководителя вам помогают достигать хороших результатов, успеха? Мы со своей командой работу ведем по плану на месяц, а то и на квартал, и на год. Благодаря нашему планированию, более грамотному, нам удается исполнять все потребности наших покупателей в нужном им объеме. Для того, чтобы успевать больше выполнять работы, мы с коллегами составляем план работы на неделю, на месяц. И благодаря этому мы максимально эффективно используем все рабочее время для решения общих задач. Основным правилом для руководителя является уметь планировать свой рабочий день, рабочую неделю по приоритетности задач. И в строго оговоренные условия запланированы любым способом решать эти рабочие вопросы. Скажите, пожалуйста, в итоге мы готовы заменить импорт? Наша компания готова к замещению импортных товаров. И с каждым годом доля импортных товаров в той отрасли, в которой мы работаем, с нашим усилием будем уменьшать. Мы будем наращивать свою долю российского рынка, и этим мы уже занимаемся. Планы впечатляют. Пусть ваше производство и дальше процветает, и для своих потребителей производит высокое качество товаров. Спасибо вам за беседу и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»